Мегалодон и Титанобо Мегалодон – широко известный вид акул, вымерший около 2,5 миллионов лет назад. Это самый крупный вид акул из всех, когда-либо существовавших на планете. Он отличался особой жестокостью и выносливостью. Титанобоа же – это огромная змея, которая, как и сегодняшний оппонент, превышает размеры любого другого вида змей. По предположениям исследователей, обитал Титанобоа в болотах Колумбии. Его внешние особенности схожи с современным удавом, но повадки у огромного змея, как у настоящей анаконды. Он мог проглотить любое животное, которое попадалось на пути. Начнем с соревнования размеров. К сожалению или к счастью, точные размеры мегалодона пока что не были установлены учеными, так как по останкам, которые дошли до нас, а именно по окаменелым зубам, невозможно точно установить его параметры. Некоторые палеонтологи предполагают, что длина акулы могла достигать 15 метров. Если этот факт окажется правдой, можно смело утверждать, что мегалодон был не только самой крупной акулой, но и самой большой рыбой своего времени. Для сравнения, современные китовые акулы достигают примерно 12 метров в длину. Огромные размеры титанобоа можно объяснить вполне логично. Для комфортной жизни и развития хладнокровным животным необходим мягкий теплый климат. Колумбия, где обитал этот зверь, как раз обладала таким климатом в прошлом и обладает сейчас. Благодаря погодным условиям тех времен, титанобоа удавалось вырасти почти до 13 метров в длину, но ученые предполагают, что на самом деле размер змеи составлял около 12 метров. Для сравнения, самая крупная современная змея, сетчатый питон медуза, имеет длину около 8 метров. Так или иначе, по итогам первого раунда выигрывает мегалодон. Он больше. Вес. Переходим к сравнению веса. Титанобоа весил около тонны. Правда, это вес до приема пищи. Если взвешиваться после, то можно смело добавлять сотню-другую килограммов за съеденного аллигатора или черепаху. Вес титанобоа можно сравнить с современными анакондами. В таком случае вес существа равнялся бы весу 10-15 гигантских анаконд. Вы могли бы подумать, что вес титанобоа огромен, но вы будете шокированы, узнав, сколько весит мегалодон. Гигантская акула гораздо тяжелее титанобоа. И не на чуть-чуть, а 30-50 раз. Максимальный вес мегалодона составлял от 30 до 35 тонн, но мог доходить и почти до 50. Таким образом, мегалодон вновь получает балл за преимущество над соперником. Скорость и проворство. Вполне логично, что с таким огромным весом мегалодон был недостаточно проворлив и быстр, как титанобоа. И правда, скорость акулы могла достигать 5 метров в секунду, и по меркам хищников это достаточно неплохой результат. Но при этом мегалодон значительно уступал другим морским животным, что вынуждало его приспосабливаться к охоте, учитывая свою скорость. При атаке у него не было второго шанса. Если он промахнулся, то догнать жертву у него уже вряд ли бы получилось. Титанобоа имел большее преимущество в скорости в воде. Он мог разгоняться до 20 километров в час, на суше же змей не мог похвастаться такими результатами. Также важную роль играет сам факт того, что титанобоа – это змея, а значит животное, обладало значительной подвижностью и изворотливостью, а также быстрой реакцией для охоты в воде. Это также позволяло уворачиваться и менять направление во время защиты от атакующих его подводных существ. Поэтому титанобоа получает свое первое заслуженное преимущество над мегалодоном. Боевые стратегии и навыки Следующий критерий соревнования – боевые стратегии, навыки и тактики. Мегалодон отличался удивительными умственными способностями. Он умел определять способ атаки в зависимости от жертвы и даже предугадывать ее поведение. Было ли это заложено в нем генетически, либо же развивалось в течение жизни – точно сказать нельзя. Ученые установили этот факт благодаря исследованиям укусов мегалодона на останках китов. Было обнаружено, что удар наносился пожизненно важным органом. Иногда мегалодон мог сначала нанести удар по хвосту и плавникам жертвы, чтобы лишить ее возможности сбежать. Другие исследования подтвердили факт наличия огромного количества переломов у жертв. Какими же способностями в боях мог гордиться Титанобоа? Хоть у него и не было в запасе яда на всякий случай. Говорят, что я от орудия женщин. Женщин, трусов и евнухов. Строение мощной челюсти позволяло прокусывать плоть жертвы, порой достигающей несколько метров в толщину. Острые зубы и огромная сила – это опасное сочетание, так что у жертв не было возможности выбраться. Как и современные анаконды и удавы, Титанобо использовал такие же методы нападения во время охоты. Змея использовала силу своих мышц и вес тела, чтобы обездвижить несчастную жертву. Практически никто не мог противостоять ему и бороться за жизнь, так как всю свою мощь свирепый змей вкладывал в то, чтобы обездвижить жертву. Так что по этому критерию, таким же однозначным победителем становится Титанобоа. Боевое оружие Хоть Мегалодон не был так силен в бою, как Титанобоа, у него был еще один козырь в рукаве. Зубы хищника в длину достигали 18-19 сантиметров, что является рекордом среди всех видов акул. Таких зубов у акулы было более 250, и они были расположены в пять рядов и были настолько острыми, что Мегалодон без особого напряжения мог пронзать с их помощью толстую кожу китов. Титанобоа, в свою очередь, тоже мог похвастаться внушительными зубами, тонкими, по форме похожими на иглы, но очень острыми. Что характерно для змей, они немного загибались внутрь. Именно это позволяло существу ухватиться за жертву так, что у той не было возможности выбраться. Той можно было даже не пробовать сопротивляться. Бой Титанобоа и Мегалодона Что ж, однозначного победителя по итогам сравнения выявить трудно, так что предлагаю рассмотреть возможный исход поединка между гигантскими монстрами. Как уже было сказано ранее, Титанобоа мог находиться в воде в целях охоты, поэтому предположим, что Мегалодон заблудился и случайно оказался на побережье Колумбии, где его уже поджидал гигантский змей. Учитывая силу укуса Мегалодона, которая значительно превосходит силу укуса Титанобоа, он мог бы нанести единственный удар, решающий исход этого боя. Но стоит отметить, что в мелководье Мегалодону еще сложнее маневрировать, поэтому у него нет возможности ухватиться за плоть извивающегося вокруг него Титанобоа. Последний, конечно, пытался бы прокусить толстую кожу акулы, но все попытки были бы тщетны. В конце концов, Мегалодон, скорее всего, уловил бы удачный момент для нанесения первого и последнего удара по Титанобоа. Все-таки преимущество в мощности челюсти огромной древнейшей акулы должно стать решающим фактором для победы в этом бою. Возможно, вы сейчас подумали о том, как же хорошо, что эти жуткие монстры уже давно вымерли. На самом деле, все не так однозначно и может оказаться совсем наоборот. По мнению некоторых теоретиков и даже ученых, Титанобоа все-таки может быть жив и в наше время. Он жив! Он жив! Давайте перейдем к доказательствам. Из современных змей самым большим представителем является сетчатый питон. Самые крупные особи могут вырастать до 7,5 метров и весить более 150 килограммов. Но по сравнению с Титанобоа, это мелочь, ведь, как вы помните, вес этого существа превышал тонну, а его длина составляла около 13 метров. Кстати, интересно, что о Титанобоа узнали относительно недавно. В 2009 году, во время раскопок в угольной шахте в Колумбии, международной команде ученых удалось найти окаменелый скелет огромной змеи. Ученые поняли, что совершили шокирующее открытие только когда в подробностях рассмотрели скелет. Именно тогда загадочному существу было дано имя Титанобоа и его отнесли к семейству, в которое входят современные удавы. Безусловно, в древности существовали мифы о существовании огромного змея. Но уже в наше цифровое время все чаще в СМИ и интернете начали появляться факты, не отрицающие реального существования Титанобоа в наши дни. Легенда о Набау из Борнео На острове Борнео, в Азии, каждый местный знает легенду о Набау, 13-метровом змее, появление которого, согласно поверью, предвещает конец света. Это фото было сделано одним из спасателей из вертолета во время одного из обыкновенных осмотров территории. Скептики сразу же опровергли достоверность этого фото, сказав, что, вероятно, это была лишь труба, но вряд ли труба могла бы принять такую изогнутую форму. Любопытно, что ученые не могут дать однозначных комментариев на этот счет, хоть и не отрицают реальность существования Набау, который либо является дальним родственником Титанобоа, либо сам является настоящим Титанобоа. Титанобоа, найденный в штате Мэн В августе 2016 года в США в округе Камберленд, штат Мэн, была найдена сброшенная змеиная кожа длиной 3,6 метра. Вообще, в Америке встречается довольно много крупных змей, но эта находка заинтересовала местных полицейских, которые ее сфотографировали. Кажется странным, что это привлекло столько внимания, но ранее из этого района уже поступали сведения о змее огромных размеров. После инцидента кожа змеи была взята учеными для дальнейшего изучения и определения вида змеи. Один ученый, биолог из Техаса, провел некоторые генетические исследования кожи и осмелился высказать предположение, что она принадлежит самому Титанобоа. Довольно смелое заявление, но существуют и другие мнения. Криптозоолог Билл Брок, наоборот, считает такую находку весьма подозрительной и, возможно, даже не случайной. Скептик предположил, что кожа змеи была разложена для фото и распространения фейка специально. Как бы то ни было, тайна этого снимка так и не раскрыта. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, верите ли вы, что Титанобоа жив до сих пор. И спасибо вам большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok